В эфире Вести интервью. Здравствуйте. Вся спортивная общественность нашего города обеспокоена начавшимися работами по строительству объездной дороги, которая будет проходить в том числе и по территории лыжной базы в районе села Ильинка. О необходимости сохранения базы, где ежегодно тренируются сотни спортсменов, мы поговорим с ректором Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергеем Голицыным. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Когда строительство этой объездной дороги было только в планах, вам предложили альтернативу по переносу базы? Да, мы с проектной организацией сотрудничали, они сразу нас оповестили, что есть такой проект, и были готовы рассмотреть наши предложения. И когда мы показали на схеме, как мы это видим, то они просчитали этот проект, конечно, это привело к большому удорожанию, и поэтому он не был согласован. Потому что та дорога, которая предлагается, здесь гораздо меньше финансовых средств требует вложения. Но вы ведь тоже предлагали изначально свой вариант объездной дороги, почему проигнорировали ваше предложение? Ну, потому что, поскольку, видимо, частный инвестор будет большую сумму денег укладывать в этот проект, поэтому здесь, конечно же, вот это значительное удорожание, потому что это еще крюк один делать, так скажем, да, приводит к тому, что, ну, себестоимость этого проекта, окупаемость, она может быть наступить гораздо позже, чем вот при настоящем проекте. Вы согласитесь с тем, что ситуация, по сути, критическая, что теперь о лыжной базе, о марафонах, об отдыхе можно забыть. Как вообще ситуация отразится на тренировочном процессе? Ну, вот на совещании, которое было в Министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края, мы там все встретились, обменялись своими точками зрения, и в этом проекте организация нам предложила, так скажем, строительство туннелей или эстакад. Сейчас они готовят тоже документацию, чтобы все увидели, что это за туннели, их размеры, ширина, длина или эстакада. И, ну, даже вот строительство такой эстакады или туннеля, конечно, это отразится, может быть, сказать, не лучшим образом на тренировочном процессе, потому что все-таки вот в настоящих условиях хотелось бы сохранить целостность базы, и мы вот рассматривали этот вопрос даже с позиции экологии, потому что, если будет проведена дорога, конечно, будут выстроены все соответствующие туннели. В организации есть опыт строительства, по-моему, в Москве, под Москвой, в Санкт-Петербурге. Я думаю, будет все на высшем уровне. Но, тем не менее, дорога – это все-таки выхлопные газы, а лыжники, как известно, тренируются на максимальном потреблении кислорода. Ну, и население, которое мы начали базу поднимать, так скажем, закупили много современных лыж, чтобы население могло участвовать в оздоровительном, так скажем, процессе. Я думаю, экологическая обстановка здесь тоже малозначительно имеет вес. А сколько сегодня лыжников у вас тренируются, и сколько чемпионов удалось вырастить? Ну, чемпионы, они, так скажем, каждый год, может быть, не вырастают. Это процесс очень длительный. Но, если брать лыжную базу, то здесь и Юлия Чапалова занималась, будучи студенткой Академии. И, значит, и, по моим данным, и Панжинский. Ну, все те, кто... наши звездочки, которые уже засияли на международном уровне, да, то, естественно, они занимаются дюж, все практические дюж у нас ранее проходили подготовку. Да и сейчас все соревнования проводятся. Более того, ветеранское движение мы поддерживаем. Общества, такие общества, как Динамо, пограничный институт часто обращаются, мы всегда сотрудничаем по предоставлению базы. И на базе Академии вы ведь планируете создавать школу Олимпийского резерва. Когда вы приняли такое решение? Ну, это решение у нас было уже давно, еще в предыдущие, так скажем, годы. Но вот мы столкнулись с этим и, конечно же, вышли на губернатора Вячеслава Ивановича. Он нас поддержал с этой идеей, и Министерство образования, и Краевой спорткомитет, да, оказали поддержку. И на очередной встрече с министром спорта Мутко Виталий Леонтьевичем. Они обсудили этот вопрос, и по тем письмам, которые пришли нам с министерства, от нашего учредителя, мы поняли, что есть, так скажем, предварительное соглашение рассмотреть положительно этот вопрос, что именно на лыжной базе, на нашей лыжной базе, создать училище Олимпийского резерва по зимним видам спортов. Ну, прежде всего, это биатлон, лыжные гонки. И такой пример есть, даже есть проектная документация в Санкт-Петербурге, вернее, под Санкт-Петербургом, в Токсово, построили целый комплекс для зимних видов спорта. Там очень, знаете, как экологически все выстроено, минимум каких-то, так скажем, вырезаний деревьев, лесофонда, да, все так компактно, и трассы, и сноуборд, и различные горки для фристайла и так далее. Ну, вот давайте вернемся к наболевшему вопросу к строительству объездной дороги. Вы планируете написать письмо министру спорта Виталию Мутко? Сколько уже подписей собрали? Нет, немножечко не так. Подписи для этого требуется одна. И я здесь не то, что планировал, просто зашел вопрос, что будет создан координационный совет по согласованию строительства дороги. И я обязан был оповестить учредителя, потому что в мои полномочия не входит как ректора согласовывать такие важные документы. Это право или не будет передано учредителям, или сам учредитель должен согласовывать такие важные проекты. Ну, а спорткомитет как-то содействует вам вот в этом вопросе? Наш краевой, да? Ну, безусловно, с Семеном Дмитриевичем Экшенгером мы находимся в тесном контакте, и, конечно, его позиция такая же, чтобы по максимуму сохранить, вот, и, так скажем, экологическую обстановку на базе, и он как председатель спорткомитета заинтересован в массовости, в профессиональных спортсменах. Безусловно, это так. А на ваш взгляд, чем может закончиться вся эта ситуация? Ведь строительство уже по факту ведется, несмотря на то, что прокуратура, она признала факт незаконности. Ну, здесь ситуация ведется каким образом? Здесь необходимо рассмотреть приоритеты, то есть, приоритет Хабаровского края, экономики Хабаровского края. То есть, если дорога просчитана, это принесет необходимый экономический эффект, потому что, вы видите, дороги все загружены, и Краснореченская, и Пионерская, и, может быть, эта дорога решит большие-большие проблемы. Но, с другой стороны, приоритет оздоровительного эффекта, его более сложнее, конечно, посчитать, есть определенные методики. Сколько горожан, сколько гостей края получает, вот так скажем, такой оздоровительный эффект. И здесь правительство, конечно, должно посчитать эти все моменты, чтобы понять, что дороже, какой результат более нам нужен в крае. Или развитие массовости, здоровье населения, или все-таки, ну, опять же, это тоже связано со здоровьем населения и дорога. Дороги тоже нужны, поэтому тут выбирать очень тяжело. Сергей Викторович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Я напомню телезрителям, что мы говорили с ректором Древосточной Государственной Академии физической культуры Сергеем Голицыным. Спасибо за внимание и до встречи.